мужики всем привет задолбался чистить диск это капец вычистил полностью от краски надо делать пескоструйную камеру походу надо будет взять термокраски покрасить потом само собой в общем вычистил вот это кольцо которое отпилил отсюда вот здесь срезал вот этот бортик который торчал чтобы она становилась вот вовнутрь и никуда не девалась и вот так вот соответственно тоже становится и не проваливается надо будет здесь ручки такие сделать выпилил этим плазморезом металл шестерка вот такой блинчик тоже зачистил полностью ну еще почищу потом будешь швы шлифовать почище буду варивать его сюда так неудобно на рукой сейчас поставлю покажу будет вот такая вот штука еще еще одна сковородень сковороде не это все проварится это заварится денипель был борта высокие приварил три ноги снизу такие пятаки чтоб не проваливалась это обрезки какие-то были произвольно короче от земли до самого низа 19 сантиметров сколько вышло столько вышло из обрезков пойдет нормально так устойчиво в принципе и и не так и не так отлично сковородку задолбался зачищать еще чуть-чуть полирнуть и можно себя будет там наблюдать ручки не приварил завтра приварю так что тут получается сделал такую штукенцию трубу заварим на станке обработал и здесь здесь на будет просверлиться зажать и расточить под нужный диаметр там не знаю сделаю колено и смотря из какой трубы я еще сам не знаю с какой вот и вот такие полдюймовые трубки с одной стороны заглушил ну там на станке обработал сварку это там были косяки раковина точечно позаваривал вы уже болгаркой обработал не суть все равно будет краситься фасочку снял чтобы она немножко центровалась и шесть сторон будет короче неудобно одной рукой сделал шаблон не шаблона это такой кондуктор для вваривания точного диск подложим миллиметровый потому что сначала отрезал все точненько сверлил отмечал а потом когда проточил этот самый не совпадушки все вот так он будет стыковаться и все кажется в одной плоскости эти друг напротив друга все в одной плоскости что так что так что так ну еще сразу просверлюсь отмечать буду на уголках отмечу чуть-чуть проверну еще раз отмечу линии будут ровные в две стороны по 10 сантиметров здесь 10 сантиметров здесь а общая длина я не знаю ну получается четко и в жигулевский диск становится и здесь будет стоять вот так вот направлю сюда в эти глухие будут направлены окна между площадь хорошая металл толстый не знаю покрутить не покрутить будем посмотреть как то так прикольный аппарат получается просверлил проточил вот так вот там фасочка труба будет нержавейка тоже здесь и проточил будет ставится вот таким образом здесь она чуть-чуть выходит а с той стороны провариваю капитально натрежу сколько надо он перед тем как варивать нарежу резьбу скорее всего поставлю отвод 45 как говорится колено и все так ну просверлился вот так вот по 10 на каждой трубе пять с одной пять с другой вроде бы выставил ровненько относительно ровненько говорится на вас все четко а тут лежит все как надо сейчас точечно так прихватывают верху потом я переворачиваю снизу там прихватываю а потом снимаю и обвариваю уже конкретно по кругу очень удобненько пожалуйста не на чё держать все держится само собой вот горелка заработала сейчас там же клёр здесь стоит 08 и он как-то плохо поддается регулировкам шланги везде подмотана но пока без хомутов потому что приходится откручивать закручивать сейчас миллиметр поставлю так это уже миллиметр вот кому сейчас настройками надо играться и здесь и там добавляю здесь пламя побольше на миллиметровки ну и на отрыв она конечно идет но языке явно больше чем на 06 даже когда вот прикручиваешь но это ж можно еще и подачу тут отрегулировать непонятно сейчас еще раз 08 поставлю выжариваю краска обгорит на не видно ни фига до короче пока ты сделал так на максимум так сказать она еще ветер чтобы не задувало пришлось воздуха чуть закрыть сковородка синеет там он уже синяя с этой стороны здесь сейчас будет синяя солью засыпал черная становится прокаливаю сначала солью а потом маслом прожгу и и все снизу ее покрасил термокраской ну не знаю что за краска якобы до 750 градусов должна держаться ножки внизу лапки горячие труба удержусь ну нагревается но не сильно дальше понятно холодная остальное все нагревается прям капитально как то так пока ну вот друзья соль закипела и пускай теперь так сказать покипит минут тридцать сорок часик слышно как стреляет у как стреляет знач кипит масло закипела уже стенки стали такими аж бурыми темными но перед этими и помыл с ферриком протер насухо поставил залив масло сейчас уже минут на 10 уже чадит на масле ну периодически стенки поливаю так мочу и таким вот образом стекает вниз может туда стекать но это такой все таки уличный вариант поэтому стесняться я не никого не буду даже если на котел попал масло там-то аппаратура должна работать кстати как начал он дымить гореть масло я его выключил полностью сейчас такое раскаленника стеночки обрабатываю стекает по ним туда может и туда помоется той стороны помоется тоже и пускай плавненько остывает вот так вот ну и как же без проверки на прилипание антипригар вот только начинают закипать точнее раскалеться масло поэтому можно его прикрутить вот так вот прикрутили оно то и не пригорает пока а там посмотрим пойду сейчас щипцы возьму удобнее было переворачивать сходил за щипцами грохочет это батя там крупорушкой молотит офигенски работает антипригарчик хочу по не работал я себе диск бдт делал точно также солью выжариваю и маслом прокаливаю поэтому способ проверенный рабочий офигенный это сейчас я проверил уже на обычном металле работает запах какой ждем в отличие от диска мужики вот масло оно не растекается в середку а полностью на поверхности что не нравится оно не пригорает да не и оно масло по всей поверхности а то на диске бдт получается середка варится а края горят так как там все таки мало масла по краям на диске а тут оно все равномерненько везде начинаю в общем мне нравится и глубокая и не скатывается впереди снимаю не там где надо бывает а крышечка 15 литрова казанчика очень даже подходит все друзья нигде ничего не прилипает огонь регулируется вентилем но это можно в принципе видосы закончить перекрываю здесь перекрываю друзья здесь всем пока оцениваем самоделку скоро увидимся что и и и Продолжение следует...